распространение постепенное в массы использования антидепрессантов, это же тоже очень серьезно влияет на личность человека. Антидепрессант – это вообще страшная вещь, потому что мы точно знаем, что если до этого дисбаланса не было серотонина, то после приема антидепрессантов он обязательно появится, потому что они же повышают уровень. Соответственно, на это реагирует нейросистема, уменьшается количество рецепторов, например, уменьшается просто образование этого серотонина и так далее, и так далее. И в итоге после приема антидепрессантов у человека, у него есть дисбаланс. И когда идёт отмена антидепрессантов, у человека возникают симптомы, которые очень похожи на симптомы депрессии. Надо продолжать приём антидепрессантов. Видишь, у меня симптомы депрессии вернулись, когда я отменил антидепрессантов, значит, надо ещё больше и дольше пить. Недавно как раз трёхлетнему ребёнку поставили диагноз пепулярное расстройство, и, соответственно, надо начинать антидепрессанты. Историй очень много, это не одна история. На самом деле, это страшная история. Почему? Потому что, опять же, люди, которые занимаются детской психиатрией, особенно детскими пепулярными расстройствами, оказывается, что 60% публикаций на эту тему делает один человек, который аффилирован с фармкомпаниями, которые производят антидепрессанты. Но проблема именно детской психофармакологии в том, что часто бывает так, что детей начинают лечить, например, от синдрома дефицита внимания гиперактивности психостимуляторами, которые не работают на самом деле. Но они вызывают, опять же, аффективное расстройство, которое похоже на депрессию. И в итоге потом начинают этих же детей лечить депрессию. И они посаживаются, и часто на фоне этого лечения у них возникают тяжелые такие очень злокачественные формы быстро сменяющихся фаз бепулярного расстройства. И в итоге вот они, будучи нормальными детьми на самом деле, во многом, они становятся тяжело больными людьми, которые подсели на психофармакологию. И с депрессией тоже вот такая интересная вещь, что до появления антидепрессантов люди считали, что, ну, психиатры считали, что депрессия – это очень легкое расстройство, которое очень часто заканчивается полной ремиссией. То есть, что у человека там бывает один депрессивный эпизод, грубо говоря, в жизни, он проходит, и все, и больше ничего не возвращается. И он сам по себе не такой страшный. Но вот когда стали появляться антидепрессанты, надо было расширять свои рынки. Во-первых, людям стали объяснять, что депрессия существует, и, может быть, у вас тоска, поэтому у вас депрессия. И самое главное, что есть тяжелые формы депрессии, и при них точно помогают антидепрессанты. Мы не знаем, что там с средними и легкими формами депрессии. Нужны ли вообще там антидепрессанты? Ну, людям говорят. В принципе, я уточнил, что многие переживания, которые раньше воспринимались как просто часть естественного состояния человека, там грусть, печаль, тоска, сегодня приобрели какое-то клиническое название, от которого есть таблеточка. Да, да, и причем интересно, что как раз в психофармакологии такая вещь, что очень мало новых лекарств создается. И поэтому обычно фармкомпании занимаются тем, что они расширяют рынки использования старых препаратов, в том числе нейролептиков. И появляются какие-то вещи, какие-то диагнозы. Ну, во-первых, они могут выдумываться, либо это уже существующее какое-то заболевание, но для него вдруг оказывается, что полезно использовать нейролептики, да, это вот препараты для лечения шизофрении, да, антипсихотики. И они очень тяжелые. Вот они вот очень серьезно нарушают и структуру мозга, и работу мозга. И вот то, что они там при каких-то смешных вещах, вот как ты правильно сказал, то, что раньше считалось просто особенностью личности, поведения, обычным переживанием человека, люди начинают использовать нейролептики, они, естественно, получают там целый спектр. Потом какие-то эти симптомы корректируются другими препаратами. И в итоге, да, естественно, в США сейчас люди закидываются там в горсти таблеток, потому что есть... Какая-то Барби сейчас мема зафорсился, да, которая принимает Прозак или которая там принимает Лепрозол, я не помню, как он правильно называется, в общем, там, да, целая серия мемов. Да, 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 вот так. И одновременно вот с этим всем вот есть, как ты правильно сказал, этот культ эффективности высокой, да, что ты должен себя как-то модифицировать, чтобы ты должен успевать за ритмом жизни. То есть если человек, вот он чувствует, что, ну, как бы, он не может, находясь в постоянной конкурентной среде, там, знаешь, учить четыре языка одновременно, еще чем-то там заниматься, ему кажется, что он какой-то не такой, что у него там что-то сломано в мозгу, и ему надо использовать какую-то психофармакотерапию, чтобы себя улучшить. Да, то есть он даже не думает, что, ну, это просто может быть особенность его характера, да, и куча есть свердительностей, в которых это, наоборот, здорово. Нет, он думает, что я должен быть как все, как вот мне показывают в рекламе, я должен с утра на пробежку в четыре утра спать там по два часа, и там постоянно в стартапы, слушать подкасты и так далее. И в итоге, да, и в итоге они вот посаживаются на психофармакологию. И в ней вот самое неприятное – это то, что есть такая штука – гострайтинг. Вообще он затрагивает всю медицину. Это вот история тогда, когда, в принципе, статьи… Ну, гострайтинг, он не только в медицине существует, да, но, в общем, это когда под одним авторством пишут посторонние люди и выдают статью за кого-то ученого, либо за какого-то писателя. Вот, и в медицине это особенно страшно, потому что обычно бывает так, что фармкомпания проводит какое-то исследование, она может быть достаточно большим, она как-то обрабатывает эти данные, эти данные закрыты, по большому счету, если там по решению суда они не будут открыты. И она может провести, например, там 10 исследований, из них 9 не покажут результат или покажут отрицательный результат. Одно покажет результат. И вот на самом деле этих данных специально нанятые люди пишут статью, а потом известные врачи-психиатры, они просто ставят свою подпись, да, это моя статья, я ее написал. Вот, и в итоге это вот суперразвитый именно в психофармакологии, и непонятно, что с этим делать. Потому что, ну, понятное дело, что когда ты о чем-то говоришь, заявляешь, что этот препарат на самом деле наверняка не работает при депрессии, тебе говорят, ну, смотри, вот же есть статья, а вот есть статья в Лансете, да, значит, наверное, работает. На нее на это ссылается. И это как бы большой вопрос вообще, насколько мы имеем валидированные данные по эффектам психофармакологии. Даже специалисты. А то есть здесь самое страшное, что и специалисты тоже, они оказываются в ситуации, когда они не знают, кому верить, чему верить. И самое страшное, вот как ты правильно сказал, что репутация репутацией, но если человеку увлечают в том, что он занимается госстрайтингом, или, например, он не указал какой-то конфликт интересов, то ему за это вообще ничего. То есть это никак не наказывается, это никакими последствиями для него совершенно не грозит. То есть все просто знают, что вот он где-то, когда-то. И то, если об этом будут говорить прессы, если об этом во всеуслышание кто-то скажет. Поэтому это очень, вообще, наверное, такая самая работающая сфера медицины.